Поди прочь! Да! А куда мне идти? Нет у меня ни дома, ни родителей. Искусство это древнее, как сама цивилизация. Кукольные представления существовали в эпоху античности и даже раньше. В те времена они были рассчитаны не на юного зрителя, а на взрослых. Некоторые считают, что кукольный – младший брат драматического и большого мастерства не требует. На самом деле профессия кукловода в чем-то сложнее. Кукла за столько лет, вы знаете, она, наверное, до сих пор осталась для меня тайной, не раскрытой. Но по большому счету это кусок папье-маше, кусок деревяшки. Ты берешь ее в руку, и вдруг она оживает. Почему? Как? Как это происходит? Оживить куклу удается далеко не каждому. У Ольги Абрамовой это получилось благодаря искренней любви, которую она испытывает к своим персонажам. Я пришла практически сразу после школы, увидела просто объявление «Требуются актеры в театр кукол». Ну, естественно, как у всех девочек, романтическая профессия. Ну, понятно же, да, какая она на самом деле, это тяжелый труд, это иногда круглосуточный. Но уйти уже было невозможно, потому что театр затягивает. А эти чуды, они просто не отпускают от себя. Кукла становится продолжением артиста. Неслучайно у кукловодов есть много суеверий, связанных с их подопечными. Актеры абсолютно серьезно считают кукол живыми. Говорят, ночью они могут выходить из этой комнаты и гулять по театру. А еще они очень обидчивые и могут не слушаться кукловода во время спектакля, если накануне, уходя домой, он забыл с ними попрощаться. Впрочем, существа эти очень добродушны и долго зла не держат. Евгения Романова – автор большинства постановок театра. За 25 лет она подготовила десятки спектаклей, как кукольных, так и драматических. Многие с успехом прошли не только в Нефтьюганске, но и на сценах других городов. Чего стоит нашумевший Нефтьюганск «Солнечный остров» и корочка ряба, получившая множество призов. Мне очень нравится подавляющее большинство постановок нашего бессменного художественного руководителя и режиссера Евгении Романовой. Я горжусь, что она 25 лет проработала у нас в театре. Она не делает это казенно. К каждому заданию она подходит творчески. Любимую коллегу актеры поздравили, конечно, капустникам, вручив ей, как заслуженной бабе Евгении Нефтьюганска, кукольный Оскар. А профессиональный праздник отметили напряженной работой. До премьеры «Маленького мука» осталось всего неделя. Инна Новикова, Евгений Трифилов, Александр Косевских, телерадиокомпания «Юганск».